Книги читать очень болезненно, однако не все приносят тебе боль. Есть книги, после прочтения которых ты получишь не боль, а вред, потому что они поведут тебя никуда. И ты потеряешь свою жизнь. Не приобретешь, а потеряешь. Ты можешь пострадать от определенного духа, испытать это разочарование, потерять знания и вообще сломать себе жизнь. После прочтения книг твоя жизнь может пойти наперекосян. Другие книги неполезны читать, потому что от них никакого толка. Прочитал и тут же забыл. Без них ничего не получишь. Болтовня, пустословие, надбутые самолюбованием. Непроверенные на практике, совершенно несоответствующие реалиям жизни, информационный блуд. Таких книг тоже немало. И те, и другие книги, вредные и бесполезные, их огромное мужество в разных сферах жизни. В разных сферах жизни. В какой-нибудь инженерном деле. В художественной литературе я вообще не говорю. В различных профессиональных сферах. В сетевом маркетинге тоже самое. Не исключение. В процентах 70-80 книг. Безполезные или вредные. Чаще вредные. Все это довольно-таки неприятно. И отрицательные влияют на нашу индустрию. В нашем деле с сетевом. Важна исключительная практика. Больше ничего. Только практика. Только проверенные в жизни. Приемы, методы. Практические рекомендации. Которые действительно работают. Которые могут быть применимы большим количеством. И все остальное лучше. Теории никого не должны интересовать. Красивости тем не будут. И так только практика. Я сделал деньги. Вот такие. Работал я вот так. Возможно, это кому-то пригодится. Точка. Больше ничего. Желаю вам удачи. Читайте правильные, хорошие книги. Как определить хорошую книгу. И отличить ее от пустой. В хорошей книге всегда много историй. Историй о том, как человек начал. Ему было трудно. Он был никем. И он добился успеха. Как ему помогли. Как он поднялся. И что он для этого делает. Вот это хорошая книга. А где теории и болтовня. Как правило, там ничего нет. Я желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо.